Простыми словами. А я не знаю. Знакомые, знакомые. Что-то не буду врать, что-то связано. Не-не-не, не буду врать. На слуху, но боюсь невеже показаться. Мнение эксперта. В 1936-39 году была национальная революционная война в Испании, когда профашистские мятежники во главе с Франциско, Боамондо, Франко выступили против республиканской Испании, против социалистов, коммунистов, анархистов и всех, кто отставил республику. Им помогали фашистская Германия и фашистская Италия. И вот один из генералов-франкистов, генерал Мала, осенью 1936 года должен был захватить Мадрид, столицу республиканцев и столицу всей Испании. И он хвастался, что у него не только четыре колонны наступают на Мадрид, но есть и, самое главное, пятая колонна, которая ударит с тыл в нужный момент. Но тогда республиканцы сумели эту пятую колонну разгромить до того, как она выступила с оружием в руках и ударила в спину ножом революции. Но вот с тех пор термин пятая колонна и означает врага, который за спиной, врага, который внутри. Это не шпионы и диверсанты, а это, как правило, свои же люди. Одни по глупости, другие по продажности, третий, потому что они так в это верят, вот выступают против собственной родины, против страны, против своего народа. Из словаря. Пятая колонна. Наименование агентуры генерала Франка в Испанской республике во время гражданской войны в Испании в 20 веке. В политической фразеологии и журналистике словосочетание активно употребляется по отношению к различным типам внутреннего противника.